Первое занятие из курса подготовки системных администраторов Linux. Он посвящен сугубо работе с текстом в небольшом объеме. Такое предварительное занятие. На следующем занятии, возможно на занятии через занятие, будет всяческая работа с файловой системой и разделами. Пройдемся по некоторым командам и посмотрим редактирование текста с помощью V и nano. Для таких текстовых редакторов. Первая команда, которую я использовал, ПВД, это посмотреть в какой директории мы в настоящий момент находимся. Из приглашения командной строки что еще можно узнать? Вы, наверное, уже опытные ребята и знаете, что значит символы тильда и знак доллара. Все знают. Или надо повторить на всякий случай. На всякий случай знак тильда говорит нам, что мы находимся сейчас в домашней директории пользователя. То есть мы залогинились под каким-то пользователем. И тильда это значит, что мы в директории этого пользователя. Например, мы перешли в другую директорию, у нас в приглашении теперь показывается путь до директории. Что касается знака доллара, я не знаю, есть ли у него какое-то нормальное название. Оно обозначает, что в настоящий момент вы работаете под непривилегированным пользователем. То есть вы не root. Если вы ставите root, то собственно знак изменится на решетку. Сейчас мы находимся опять же в домашней директории пользователя root, который отличается от домашней директории предыдущего пользователя. Чтобы выйти, то есть как бы перестать быть root, можно либо набрать exit, либо bash поддерживает сочетание клавиш ctrl-d. Делаем логалл таким образом. Посмотреть содержимое директории мы можем с помощью команды ls. У ls есть несколько полезных параметров, но все их мы разбирать не будем. Почитайте, дело полезное. L.A. L.A. Это показать расширенный набор метаданных. L.A. Это показывать все файлы, в том числе скрытые. Сейчас мы здесь видим... Давайте пару слов расскажу о том, что мы видим. Слева мы видим права. То есть это права на файлы. О том, какие права бывают. Информацию найдете опять же где-нибудь в интернете. Если кратко, то бывает на чтение, запись и исполнение. Бывают три группы. Это пользователь, группа в которую входит этот пользователь и все остальные пользователи. То есть в данном случае у нас для пользователя разрешено чтение записи исполнения, для группы чтение исполнения и для всех остальных тоже чтение исполнения. Так что касается директории, для них исполнение это значит возможность зайти в эту директорию. Первый символ D в данном случае в стреке указывает, что это директория. У нас есть такие символы как точка. Справа указывается имя файла или директория. У нас есть точка, две точки, либо название. Точка это значит текущая директория, в которой мы сейчас находимся. Две точки это директория уровнем выше. То есть в данном случае это корневая директория файловой сети. Далее здесь указан владелец, группа, то есть слева это root, это владелец, справа root, это группа в которой относятся эту директорию. Потом дата, вот дата чего интересно, создание или последнего изменения. У нас по-моему есть команда stat, которая показывает детальную информацию о директории либо файле. Я чуть расширяю так сказать то о чем я хотел рассказать, но думаю ничего, это будет более полезно. 4 октября. В данном случае это дата, видимо, последнего именно изменения. То есть у нас вот есть, вот сейчас сходу не скажу чем отличается change от модифай. Аксесс, дата последнего доступа. То есть это вот я сейчас получил к ним доступ, и эта дата изменилась. Итак, это что касается олеса минуса. У нас есть команда touch, с помощью которой мы можем создать абсолютно пустой файл. но она, как я понимаю, предназначена не для этого, но зачастую именно для этого используется. Да, и раз уж мы заговорили о тильде, в любой момент мы можем вернуться в домашнюю территорию пользователя, сделав сиди. Это, собственно, change территорию, переход между территориями, сиди тильда и сразу попадаем туда. И здесь уже сделаем touch. И видим, что файл создан, и он имеет нулевой размер. Собственно, столбец между группой и датой изменения. Это размер файл. Он нулевой. Я вот единичка под препарат, это обозначает. Не помню. Надо будет поинтересоваться. Смотрите, у нас есть наш стат. Стат какой-нибудь файл, да, точка профайл. У нас есть время доступа. Сегодня не 23 или случайно. Да, видимо, тогда сделаем. А, ну то есть, видимо, как только мы делаем стат, у нас меняется на время доступа. Печально. Ну, то есть, мы, я думаю, попробовать сделать touch, touch файл, например, посмотреть, что изменится. О, смотрите, время изменения изменилось, да, как бы. То есть, как будто бы мы что-то сделали с этим файлом. То есть, touch можно еще и для этого использовать. Какой еще есть способ, например, создать файл, пустой файл. Мы можем что-нибудь перенаправить в некий несуществующий файл, и он создастся. Например, есть команда echo. Ну, по-английски она echo произносится. Echo. Него пустое содержимое. То есть, это вывести что-то на стандартный вывод, да. Либо можно перенаправить. . Вот мы видим два файла. Но в первом случае с помощью, когда touch мы создавали, у нас его объем равен нулю, а во втором случае единица, да, один бит, видимо, байт. И мы можем посмотреть, опять же, разницу между ними. Нет, не так ненаглядно. Да, тут мы вообще ничего не получаем. Там делаем mytexts2 и получаем пустую строку, да. То есть, фактически там есть некий пустой символ, да, которого мы не видим. Я уже не буду совсем сильно углубляться, да, но перенаправление. С перенаправлением мы еще посмотрим. Звездочка, соответственно, она заменяет любое количество символов. И активно используется. Чтобы вывести содержимое текста на экран, как вы уже видели, используется команда cat. Прям как кошка. У нас есть перенаправление потоков. С перенаправлением, давайте так, перенаправлением все знакомы. Я тогда не буду это дело раскрывать. Просто скажу, что у нас есть два типа перенаправления. Это одна угловая скобка, это мы пишем в файл, то есть мы перезаписываем его содержимое. Есть две угловые скобки, это мы дописываем в файл. То есть, если это текст, то после последней строки у нас добавятся новые строки. Таким образом мы можем дополнить какой-нибудь файл. Да, мимоходом. В баше есть поиск по истории. Ctrl R. Ctrl R. Ну, R. Не знаю, если так будет. Можем в наш файл дописать малые строки. Вот они и там появились. Соответственно, редактирование текста это одна из таких основных операций, которые вы будете делать в командной строке. Ровно потому, что все конфигурационные файлы, все файлы истории, логов, они текстовые и так или иначе вам придется ими манипулировать. Наверное, самый распространенный редактор это VI, либо его модификация VIM, как VI Improved. Редактор очень мощный, но у него есть недостаток, из-за которого мало кто хорошо им владеет. Он не интуитивен. То есть, его нужно именно, чтобы им пользоваться, его надо изучать. Есть другой редактор, который мы тоже посмотрим. Nano. Nano. Это более простой редактор, значительно. Но, опять же, он, наоборот, достаточно интуитивно понятен. В CentOS, например, в Red Hat системах, Nano зачастую не стоит, его надо отдельно ставить. VI есть везде. А в Debian, основанных на Debian, то есть в Ubuntu, например, в данном случае, Nano присутствует сразу. Если я не ошибаюсь. В любом случае, VI надо знать, потому что он есть везде. VI. В данном случае и VIM есть. Есть дополнительные команды, про которые я сейчас не буду подробно рассказывать, просто упомяну. Есть VPV, это вы сразу редактируете файл с информацией о пользователях. И если я не ошибаюсь, вы сразу редактируете информацию о группах. Ну, а сейчас у нас нет прав на это. MyTest.txt Отлично, мы открыли VI, и это и есть наш ребят. Мы видим наш текст, мы можем по нему передвигаться. Мы видим справа внизу информацию о положении курсора. В данном цифре меняется, то есть первая это строка, а вторая, собственно, номер символов. Однако, если мы сейчас всходу, мы редактировать текст не можем. То есть, если мы нажмем Enter, мы просто переместимся ниже. Потому что мы сейчас в так называемом командном режиме. У VI есть несколько режимов, об этом я расскажу чуть позже. Если мы хотим что-либо исправить, нам нужно перейти в режим редактирования, и для этого используется клавиша I, Insert. И вот уже после этого мы можем что-то сюда там дописать. Чтобы выйти из режима редактирования и обратно в командный режим, нам нужно нажать клавишу Escape. Соответственно, есть другие команды из командного режима, которые вызываются нажатием одной клавиши, либо клавиши в верхнем регистре, либо несколькими нажатиями. Например, есть возможность сразу добавить. То есть, когда мы делаем Insert, мы просто остаемся на том же месте, то есть на курсоре, на символе. Чтобы нам дописать в конец строки, нам нужно сдвинуться в конец строки, только после этого там что-то дописать. И мы можем сразу переместиться на конец строки или на конец слова, нажать клавишу A. Это Append, да, добавить. Мы сразу переместимся на один символ вправо и перейдем в режим редактирования опять же. Это из какого режима? Это из командного режима. То есть, все команды даются только из командного режима. Когда вы в режиме редактирования, вы просто редактируете. Чтобы вам дать какую-то команду, вам нужно выйти из режима редактирования клавиши Escape и только после этого дать команду. Какие важные сочетания? То есть, зачастую начинающие пользователи, попадающие в VI, они не знают, как оттуда выйти. Об этом я, наверное, уже когда-то рассказывал. Но это, так сказать, первая проблема, которая возникает. Чтобы выйти, у нас есть так называемый еще режим, наверное, выполнения, что ли, по-английски, execution mode. Начинается он с двоеточия. Набираем двоеточие и вот у нас вдруг появляется двоеточие и курсор. Чтобы выйти, это команда Q. И есть команда, если мы хотим сохранить, то мы вначале сохраняем, потом выходим. Это VQ, то есть write and give it. Если мы хотим, если мы что-то изменили, мы просто говорим, хочу выйти, он будет ругаться. Типа, извини, у тебя тут есть изменения, которые не сохранены. И дает подсказку. Добавьте восклицательный знак, чтобы переопределить это. Соответственно, если мы хотим выйти без сохранения, мы пишем Q, восклицательный знак. И выходим. Это бывает полезно, если, например, вы редактируете тот же файл с информацией о пользователях. Что-то сделали или сделали как-то не так, и не знаете, как это все вернуть. Можно просто выйти без сохранения. Про V мы еще поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас немножко посмотрим NANO. NANO более наглядный текстовый редактор, который у вас более ограниченный набор функций, нет скрытых функций, скажем так. И сразу на экране видны подсказки. Мы видим, какой файл мы редактируем наверху. Внизу указаны команды. Соответственно, вот эта шляпка обозначает клавишу Ctrl. Чтобы получить подсказку, например, мы можем нажать Ctrl G и попадем в справку. НANO тоже может больше, чем, например, я знаю. Но чуть-чуть посмотрим, что. Например, мы можем удалить строку. Ctrl K, да, вот внизу указан. Ctrl K и строка удалена. Это, грубо говоря, такое копирование в буфер, но целые строки. Потом есть Uncut, то есть Ctrl U. Можем эту строку восстановить. Что еще есть? Very is. В данном случае это поиск. Можно сделать Ctrl W и там найти My. Вот мы нашли. После того, как мы снова нажмем Ctrl W, он уже запомнил, что мы искали. Да, вот в квадратных скобках видно. Если мы просто нажмем Enter, мы попадем к следующему включению того, что мы искали в файле. Ну, естественно, мы можем набрать какой-то другой поиск. Мы можем произвести замену. Да, вот Search в скобках To Replace. Это, на экране этого видно не было. Ctrl. Слэш. О, обратно. И, кстати, мы уже My есть. Можем заменить на что-нибудь другое. Мы можем заменить либо текущие найденные, либо вот все. Если мы A нажмем, мы произвели ей замену. Чтобы нам сориентироваться, где мы сейчас находимся, так как по умолчанию он не отображает, надо каждый раз нажимать Ctrl C. И он покажет, где курсор сейчас находится, в какой строке и так далее. Чтобы сохранить в Write Out, то есть Ctrl, ну точнее Write Out, конечно, Ctrl C. Здесь мы можем указать название файла. То есть мы можем либо в этом же сохранить, либо в другом. Все сохранили. И мы можем так же, чтобы выйти Ctrl X. Когда уже все сохранено, он нас просто так выпустит. Если что-то не сохранено, то он предложит сохранить или не сохранить. Сохранить, например, точно так же. Название файла. У Nano, конечно, значительно больше возможностей, но он значительно легче для изучения, чем в Wi-Fi. Поэтому на Nano мы останавливаться не будем. Так. Вернемся к Wi-Fi. Соответственно, в командном режиме мы передвигаемся и даем команды. есть Executing Mode, о котором я говорил, который после набора двоеточие действует. Я знаю, что вы помните, но я буду повторю, чтобы перейти в режим редактирования i. Выйти Escape. Удаление строки. Например, нам нужно просто удалить строку. Мы можем нажать два раза букву D. Раз, Delete. Удалили строку. Соответственно, если нам нужно добавить строку с текстом после текущей строки. А вот я говорил, ай, мы начинаем редактирование с того места, где курсор. А, это мы начинаем редактирование, то есть переходим направо, начинаем редактирование. А можем перейти, создать новую строку и тоже начать редактирование. Это клавиша O. О. Нажали, и сразу появилась пустая строка и режим ввода. Давайте, чтобы нагляднее было. О. И редактирование. Так. А как это будет последнее действие? Вообще, возможность есть. Но я не помню. Но мне самому интересно, давайте загуглим. Да, если что-то нам неизвестно, можно увидеть. Сейчас подумаем. А ВИИ отличается чем-то? Да. А когда вы просто запустите ВИИ или ВИИ, то разницы вы не заметите. Да, так сходу. Но ВИИ он значительно доработан. У него есть новые возможности. У него есть, например, по-моему, можно экран разбивать на блоки. У него есть поддержка плагинов. У него есть подсветка синтаксиса и так далее. У него есть подсветка синтаксиса. Ну, то есть, отмена, да, как во всех графических приложениях, там есть луп, луп и ряду. Соответственно, это клавиша U. Как повторить свое действие, черт его знает. Ну, хотя бы мы узнали, как отменить. Строку можно скопировать в некий буфер, да, у него есть свой буфер обмена. Два раза клавиша Y. Y – это Y, да. Так, мы скопировали. И мы можем вставить. Мы можем вставить перед текущей строкой, либо после. После – это клавиша P маленькая. Перед – клавиша P большая, да, то есть, shift P получается. Что еще есть? Есть поиск. Поиск – это, ну, slash, да, slash, и там. Что-то ищите. Соответственно, чтобы повторить поиск, достаточно просто нажать косую черту и enter. И он перейдет к следующему включению. Это все, что нам рассказывает курс, так сказать, про VI. То есть, такие основы вы уже можете редактировать файлы, сохранять, манипулировать строками. От себя добавлю пару моментов, которые я знаю. Да, VI я знаю плохо. Но мне надо было как-то удалить сразу несколько строк. Мы можем перейти, ввести двоеточие, набрать DL, да, то есть, Delayed Line получается. Некоторые, многие вещи, видимо, тут интуитивно, да, то есть, Delayed Line, и количество строк, которые я хочу удалить. Да, допустим, три строки. Вот три строки я удалю. Не считал, давайте еще раз. Две строки сразу. Под курсором получается. И еще, для быстрого сохранения и выхода, есть команда ZZ, большие. Обе клавиши большие, то есть, вы зажимаете Shift, и два раза нажимаете Z. Вы выходите сразу. И, естественно, с сохранением, да, это надо учесть. Так, это что касается текстовых редакторов. И сейчас посмотрим несколько команд. Например, есть такие полезные команды, как Unique и Sort. Unique ищет уникальное включение, Sort, сортировка. Более детально, вот, через пару минут. Есть еще пара хороших команд, которые связаны не напрямую с редактированием текста, но я бы хотел их упомянуть. То есть, это посмотреть данные о премонтированных файловых системах, DF. И посмотреть, сколько занимает место информация в территории, да, в D, U. Кстати, последняя строка, это суммарный объем. Ну, сейчас мы посмотрим их чуть более детально. По умолчанию DF вводит информацию в 1-клобайтных блоках, да, то есть, нужно умножить на 1-клобайт. Довольно неудобно. Поэтому есть команда "-h". Вообще, у многих утилит есть параметр "-h". Утилит связанных с отображением объема данных. По-английски это, наверное, human readable, да, то есть, это человека в понятном виде, да, что называется. DF-h. Вот он вам покажет там гигабайта, где-то, ну, суффикс он добавляет. Килобайты, гигабайты, мегабайты. Все становится гораздо понятнее. Сейчас детально разбирать не будем тоже, возможно, встретимся позже. Д.У. Чуть-чуть поподробнее посмотрим. Можем посмотреть информацию по какой-либо директории. Например, ВАР. И он показал вот буквально каждый файл в этой директории. Да, то есть, ну, неудобно. Если мы хотим суммарно посмотреть информацию, просуммировать под директории, то буква S. Ну, куда-то там мы не имеем доступа, потому что мы не root. Он нам показал общее значение, да, в данном случае 523, чего-то там. Поэтому, опять же, есть параметры Human Riddle. Саша, на 512 мегабайт. Если мы хотим все-таки более детальную информацию, но не каждый файл, то тут есть параметр, который я уже забыл, как называется. Поэтому мы посмотрим MAN. Тут много всяких параметров. Вот, max.debs, да, минус D. То есть, насколько директории нам углублятся. Например. Нет, что-то не хочет. Ну, полностью должна получиться. А, минус S, да, параметр не может одновременно. Вот мы получили информацию по директориям в директории, да. То есть, мы не стали углубляться там на весь путь и показывать информацию по каждому файлу, а суммарную информацию по поддиректориям. Да, то есть, это бывает удобно. Чтобы понять распределение, то есть, так как в командной строке не показывается информация по поддиректориям, по объему, да. То есть, мы можем посмотреть суммарно с помощью DF. Нам иногда нужно узнать, в какой директории лежат файлы, которые забили все место на диске. Мы можем с помощью DU это все посмотреть. Однако, обращу ваше внимание на утилиту NCDU, которую надо ставить, да, то есть, по умолчанию ее нет в данном случае. Она, ее можно запустить, оставить на некоторое время. Она пройдет полностью по всем директориям, получит объем, да, и мы сможем просто бегать по директориям и смотреть то, сколько занимает. Плюс, выполнять какие-то действия, например, сразу же удалять какие-то файлы. Тоже это, так сказать, шаг в сторону. Итак. Да, у нас есть Total, некий. Так, давайте встанем root-тонную. И возьмем coin-plog. Я не знаю. И попробуем получить количество вхождения на одинаковых строк. Например, с помощью вернемся к команде unic. Unic. Минус С это посчитать количество одинаковых строк. Минус W это на основе какого количества символов от начала строки. Ну, и вести сравнение. Возьмем там, не знаю, семь первых символов. И получается, что здесь вообще нет одинаковых строк, хотя они по идее должны быть. Не знаю. Вот, да, на основе сислов лучше видно. У нас в первой строке, ну, для сравнения. Эти, да, это в первом случае у нас в начале строки есть некие чисто. А если мы просто посмотрим в блог, то там эти числи много не будет. Собственно, команда unic, она сравнила первые там шесть символов и посчитала количество строк в блоге с одинаковыми вот этими первыми шестью символами. Попробуем еще добавить утилиту сорт. Вот, команда сорт, она по умолчанию отсортировала по первому столбцу. На самом верху самые маленькие числа, внизу самые большие. Если мы хотим отсортировать, то есть построить некий ток, да, грубо говоря, большего к меньшему, то параметры минус R, то есть реверс, да, наоборот. Вертикальные черты, надеюсь, опять же, как я никто не спрашивал, да, значит, вас это не смущает. Это указываем интерпретатору, то есть башу, что нам нужно построить некий конвейер. То есть мы получаем от предыдущей команды стандартный вывод и подаваем его на стандартный вывод, стоящий на утилите, стоящий там справа от вертикальной черты. Отсортировать в обратном порядке. Да, то есть по умолчанию сортируются, строки выводятся от большего к меньшему, нет, от меньшего к большему, да. А если мы хотим как бы топ, да, то есть самое большое на первом месте, то минус R, да. Окей. Давайте посмотрим еще некоторое количество утилит. Мы можем, опять же, умеем выводить на экран содержимое файлов. Но что делать, если оно очень большое и на экран не влазит? Да, ты, видимо, знаешь. Итак, вообще, сейчас попробуем. Немножко, опять же, добавляя к тому, что я изначально хотел сказать, мы можем скроллить на наш экран. Делается это с помощью Shift, PageUp, PageDown. Да, то есть мы просто можем на какое-то количество уйти вверх и посмотреть, что у нас там вывелось. Но это не очень удобно, потому что при там любом действии мы сбрасываемся обратно. Есть специальные утилиты, которые позволяют скроллить вывод. Наверное, я думаю, она появилась раньше, точно не знаю. Утилита Mo. У нас больше. Которая позволяет двигаться. Так, а как вверх интересно. Кто-нибудь знает, как вверх спал? А, по-моему, она урезана или нет? Ну, она как бы не урезана, да? То есть она просто, видимо, возможно, функциональности нет. Нажимая Enter мы опускаемся на одну строку, если нажмем пробел, то мы опустимся на экран, да, то есть как бы пейдж-даун сделаем. Тем самым можем скролить. Видимо, здесь работает поиск. Да, то есть поиск работает. Чтобы выйти, клавиша Q. Есть более продвинутый вариант. Называется less. меньше. Как ни странно, да, то есть у утилиты больше, функций меньше, да, у утилиты меньше, функций больше. Она позволяет двигаться в обоих направлениях, пожалуйста, точно так же делать пейдж-даун по пробелу, точно так же у нее есть поиск. Поиск такой же, как и VI, да, то есть мы первый раз вводим, потом нажимаем косую черту и там на следующее значение тоже поиск попадаем. Выход точно так же Q. Наверное, если вы не знаете, зачем использовать mod, да, то есть в вашем случае, то, наверное, можно всегда использовать Q. Это просмотр файлов. Немножко вернемся к нашему кату. Добавим немножко еще текста. Посмотрим еще сорт. По умолчанию сорт отсортировал по алфавиту. То есть он сортирует не только получается цифры, но и текст можно отсортировать. Можно даже быстренько взглянуть. Что еще можно? Инорировать там пустые значения в начале. Инорировать, например, кейс, да, то есть размер букв. Human numeric sort, да, то есть, смотрите, по умолчанию он сортирует просто цифры и мы можем получить, что у нас гигабайты будут раньше, чем килобайты. Да, то есть там 200 гигабайт у нас будет раньше, чем там 300 килобайт. Потому что, ну, просто цифры у нас. Ну, а вот минус H позволяет отсортировать как бы в таком человек опять же понятном виде. Вот реверс, да, обратный. Ладно, почитайте дальше. По крайней мере, мы поняли, что значит минус H. И так, объединение файлов. Это можно сделать с помощью перенаправления. Например, можно сделать cat.txt, добавить два текста. Но тогда у нас получится как бы второй файл изменится, да, получается. Можно создать некий третий файл, перевести туда полностью содержимое первого файла и в конец добавить содержимое второго файла. У нас получится некое объединение. С этой утилитой я не работал со следующей для форматирования текста, поэтому сейчас будем пробовать вместе. Создадим некий файл, точнее поправим его на существующий. Например, наберем как-то текст, потом там табы как попало, да, один таб, просто пробел, снова там два табы. Вот такой вот страшный текст. Нам нужно его преобразовать в некий нормальный удопочитаемый вид. Есть утилита fmt, то есть формат видимо. И вот оно, вот эти все наши разночтения убирает и просто выводит через пробел. Давайте еще манглянем. Простой, оптимальный формат, форматировщик, не знаю, текст. Можно пропустить, соответственно, начало видимо, то есть сохранить отступы первых двух линий. Можно форматировать линии только начинающиеся с определенных строк. Разделять длинные линии. Можно указать максимальную длину строки. Можно целевую длину. Ну, совершенно простой форматировщик текста. Который, тем не менее, может быть полезен. Также мы можем проанумеровать строки в файле. Команда nl. Она просто нумерует строки. Если мы сделаем пропуск, то пустые строки не нумеруются. Футер наберем. Head. Можно менять инкремент, да, то есть, видимо, увеличивать не на единицу, а на два. Объединять пустые линии. Можно добавить разделитель между номером строки и строкой. Можно задать, с какой строки начинать нумеровать. Честно, мне никогда не предождалось. Лично мне, я думаю, что если вы пишете какой-то код, например, в строке, и вам нужно сделать, привести его в почитаемый вид, и чтобы кому-то просто показать, то, может быть, удобно пронумеровать. Потом есть утилита CAD. Давайте сразу посмотрим. Утилита CAD позволяет удалять какие-то блоки из строки в тексте. Либо с помощью нее можно, видимо, выводить столбцы. Да, то есть, как вот на прошлом занятии я сказал про утилиту АВК, где легко можно выводить столбцы. То же самое теоретически можно делать с помощью утилиты CAD. Давайте посмотрим. Так, давайте снова изменим. я просто был там разделители и в виде точки запятой и двое . и фигурный угол что такое квадратные скобки не понял в Cut, Option, Firm. укажем поле то есть вот сейчас мы там где у нас есть . запятого 2 2 строке мы вывели как бы первый столбик на то есть до разделить и можем оказать диапазон с 1 по 3 нас все три столбца 3 обрежется так нельзя если наверно опустить наверняка если она минус да это удалить да получается нам нужно удалить лишь примерно понятно то есть я это плохо объясняю но из примера видно что это что она делает то есть если мы хотим вывести сделаем какой-нибудь файл в котором разделитель через обычный пробел у нас тройки то мы можем вывести необходимые нам столбцы по аналогии с вк только здесь без пробелов тем пробел собственно сегодня все что я хотел вам рассказать в час если есть вопросы сейчас по текущему материалу то есть по определенному столбцу на этих просмотра то есть и 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 давайте лучше минус кейна у нас получается получается список и текей как вывести людей у которых возле совпадает строки строки в случае склонения я думаю что это уже вам требуется сравнение сравнение может осуществить программа на башню то есть это не с помощью какой-то такой утилиты то есть это либо программа навыка либо программа на башню ну либо на канта более сложно самое простое действительно сделать просто на башню тип того вот сегодня он сказал про три режима да то есть это режим редактирования командный и режим выполнения когда двоеточие вот какой-то визуальный дать попробуем по-русски да и скута режим уже на работе вижу еще можно запустить с разными режимами да просто и он действительно очень большой и лучше если то есть в рамках одной лекции я вам про все не расскажу да я думаю что лучше либо брать книжку либо есть я слышал на одном из длинных сферстов к сожалению это видео не попало вообще доступ потому что было снято не полностью рассказывали что существует целые ну как система для обучения какая-то в интернете спать который ты можешь изучить вашей дана побольше понятно есть кстати на раз уж много говорили рекомендовать его сайт код академии возможно вы знаете код академии они иногда его обновляют вот тут есть писак курс так он обычно более нагляден но видимо надо войти изучить командную строк например пройти этот курс и я думаю что вы нормально овладеете командность какой если друг и не владеете хотят всего четыре курса но он хороший мне нравится все четко понятно блоками буфера как войти интересного режима вижу а это основной режим вот когда вы его запускаете видимо видите содержимое текста это есть вижу как-то так на следующей лекции вот конкретно естественно не скажу сейчас схода я еще не готовился но это будет связано с файловыми систем